Доброго времени суток. Я сегодня хочу затронуть очень интересную тему. Я выставляю на своем канале множество разных видеороликов от разных изобретателей, которые сделали что-то в этом мире, то есть сверхъестественных. Это такие люди, как Никола Тесла, Капанадзе, Дюйнов и так далее. То есть и многие пользователи, которые смотрят мой канал, они говорят, что большинство людей не верят в эти изобретения, что, мол, кто-то там изобрел какой-то генератор, который питается от свободной энергии, то есть от энергии там вакуума или энергии эфира или еще чего-то. И говорят, что почему этих, то есть основной вопрос, который задают, почему эти генераторы нигде нету, почему не выпускаются массово, почему я именно затронул эту тему в данный момент и что я хочу, допустим, рассказать. Начнем с такого изобретателя, как Капанадзе. Совсем недавно этот человек, не помню точно в каком году, где-то в 2010 году или может быть раньше, точно не помню, он сделал свой девайс, так сказать, взял коробочку, поставил там какие-то катушки и так далее и запустил, короче, лампочки на 5 кВт. То есть они все горели, вырабатывал этот генератор какую-то электроэнергию. Многие начали пытаться повторять, в том числе и я, но естественно, что можно сказать, что я думаю, что ни у кого не получилось. Простой вопрос, который я просто повторюсь, задают, почему великие эти изобретатели, они, то есть, не показывают, скажем так, массово, не дают возможности, чтобы люди массово производили эти, так сказать, могли пускать в производство и так далее. Я объясню. Есть такой простой человеческий фактор жадности. Первое. Что хочет каждый из изобретателей? Основное это признание. Все эти изобретатели, Капанадзе, Анипко и другие, они все хотят, чтобы было признание следующее, потом деньги. И потому, по той простой причине, они не выпускают свои, то есть, держат свои изобретения в секрете, показывают, ездят на разные там форумы, ездят по всему миру, скажем так, показывают свои изобретения. Если, допустим, Капанадзе, он ездил в Турцию, демонстрировал установку свою на 100 кВт, потом был он в Китае, в Германии, ну, не производит это. Почему? Потому что наверняка Капанадзе хочет больших денег и большого признания. То есть, в конечном итоге, это все закончится тем, что, как это было в свое время со Стэнли Мэйером, его просто убьют, и он, как говорится, со своим изобретением, его секреты, его изобретения уйдет в могилу. То есть, есть множество людей, которые делают разные изобретения. Я взял лишь только некоторых из них. Вот, допустим, если вы сделали свое изобретение и выложите его в сеть, в интернет. Раньше такого понятия, как интернет, не было во времена Николы Тасла, во времена Стэнли Мэйера. Сейчас это можно сделать легко. Выставить эти все изобретения в интернет, и там множество людей попробуют и скопируют это все. И тогда начнется массовое производство. Но человеческий фактор, я повторюсь, жадность, она не дает возможности этим людям это все выпускать массово. Есть вот такая установка, она там вырабатывает какое-то количество электроэнергии, и все. Но держит это все в строгом секрете. Почему? Ну, не хочет, хочет признания и хочет денег. Но я думаю, что признание у него уже есть. Вот и все. Следующий такой есть изобретатель, как Шкодин. ...1,2 киловатта, это как раз мощность утюга электрического на 220 ватт. Вот он изобрел мотор-колесо Шкодина, так оно и называется. Это очень мощное, то есть колесо на магнитах, которое потребляет мало, но работает больше, то есть КПД. Насколько это действительно правда, тоже неизвестно. Но его изобретение повторить точно так же никто не может. Он точно так же ездит по всему миру, показывает свое изобретение, демонстрирует. И в Китае был, и точно так же в Германии, и еще где-то, но был. Но все держит в секрете. Не открывает, как он это все сделал, что он внедрил в свое изобретение. То есть, есть схемы, есть как бы приблизительное, как он это делает. Но в конечном итоге никто повторить не может, потому что Шкодин сказал, пошлите вы все нахер. Секреты я вам не открою. Не выкладывает он это изобретение массово. Хотя его просили, что обычные простые изобретатели, хотя бы выложите схемы. Расскажите, что да, вот есть модель, которая действительно 100% рабочая. Ее надо делать так, 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 так. Начнется массовое производство. Никто тогда не сможет никому повредить. Потому что когда тысячи людей начнут повторять, начнут копировать это все и начнут это все делать. Правило, я думаю, что закончится так, как и всегда. Эти все изобретения канут в лету. В большей степени, я думаю, что маловероятно, что кто-то узнает секрет этого мотора колеса. То есть он сейчас демонстрирует велосипед. Спереди стоит генератор, сзади стоит мотор. И он как бы типа экономичный, чуть ли не сам себя питает. То есть потребляет мало, а КПД у него очень большое. Опять же, многие говорят, что он мошенник. Но я почему-то считаю, что все-таки действительно он изобрел чудо. Следующий. Такой великий изобретатель, как Никола Тесла. То есть все тысячи, миллионы людей, все, как говорится, слышали о нем, знают. Никола Тесла сделал множество открытий, множество патентов у него. То есть основное то, чем мы пользуемся, это переменный ток. Потому что в то время, когда жил Никола Тесла, использовали в основном постоянный ток. Тесла, то есть доказал, Эдисон был за то, чтобы использовали постоянный ток. Никола Тесла был за то, чтобы использовали переменный ток. И в конечном итоге люди убедились, что лучше всего использовать переменный ток, потому что при передаче на большие расстояния потери минимальные. Переменные двигатели он изобрел трехфазный и однофазный изобрел, и множество других изобретений. Также он в свое время демонстрировал такое очень интересное изобретение, как автомобиль, который работал на энергии, как он сказал, свободной энергии, на энергии эфира. Но мое мнение, я все-таки считаю, что автомобиль питался от башни Клиффордской, которую он сделал, и она в то время работала, и автомобиль как бы питался от этой башни. То есть, его основная идея была передача электрической энергии на большие расстояния, на любые расстояния, по всему земному шару. Вот. Как он это сделал, этот автомобиль, который работал без фактически аккумуляторов, без топлива, просто поставил коробочку и там несколько ламп, никто не знает. Он это внес в могилу. Одни гадают, что там был генератор, который вырабатывал, питался энергией эфира. Другие считают, ну, допустим, я один из тех, что считают, что от вышки, но как на самом деле, никто не знает. Тоже он это все унес в могилу. Следующий. Такой, как Стэнли Мэйер. В свое время Стэнли Мэйер сделал автомобиль, который работал на водороде, то есть на воде. это довольно-таки сложная конструкция. Фактически он просто заливал воду и ездил на нем столько, сколько хотел. И этот автомобиль развивал довольно-таки большую скорость, на то время около 80 км в час. по-моему, даже больше, 100 с чем-то, неважно. То есть мы можем видеть вот здесь, эта конструкция этого автомобиля, это довольно-таки сложный аппарат. В то же время он питался, заправлялся обычной дистиллированной водой. И все, и никаких больше там не было. То есть мало того, что он работал на воде, аккумуляторы заряжались, то есть генератор там стоял, это все работало автономно. То есть залил воду и он катался. Он это тоже демонстрировал, показывал, но человеческий фактор, человеческий фактор не дал жадность, не дала возможность, чтобы люди это скопировали и повторили. В конечном итоге его в одно прекрасный день нашли отравленным. То есть его кто-то отравил. Скорее всего нефтяные магнаты, которые естественно испугались, что люди начнут ездить на воде. вот этот автомобиль H2O Car. Вот он ездил, в то время это был очень крутой автомобиль, катался и демонстрировал. Но свою ячейку, как она работает, он боялся демонстрировать публике. Он не хотел это все показывать. Он это все держал в тайне. Даже когда приходили журналисты к нему, он не давал снимать вблизи, как работает его ячейка. То есть мной опять же потом догадки строили, что там она работает на, одни говорили на высоком напряжении, другие говорили, что на низком, на слабом токе. Но в конечном итоге током никто не знает, как она работала. То есть есть понятие. То есть водород и кислород, да, распадался. Но на какой частоте? Я тоже пытался эту ячейку повторить. Это можно увидеть в моих предыдущих роликах. У меня ничего не получилось. И генератор, схема, которая была продемонстрирована, это оказалось просто фейк-подделка. То есть схема не рабочая. Вот так вот. Ну его просто убили и все только гадают, как же работал его генератор на воде. Следующий такой мотор-колесо Дуйноу. Тоже очень интересный такой человек. Здравствуйте. Здравствуйте. Человек. Вот мы до вас добрались, уже видели первые сюжеты. Здравствуйте. Здравствуйте. Который изобрел, если взять такого человека, как Шкодин, он изобрел колесо на магнитах. А Дуйноу тоже изобрел мотор-колесо, но без использования магнитов. А только, то есть магниты здесь есть, но они электрические магниты. Вот обмотки мы можем видеть на его колесе. Точно так же Дуйноу держит это в секрете. Толком никто повторить, естественно, это все не может. Он точно так же ездит по разным выставкам, по миру, показывает, демонстрирует, вот какой он красавчик сделал это мотор-колесо, но точно так же. Это все держит в секрете. Никто не знает, как оно работает. То есть, как бы, вроде догадывается, понимает, он даже показывает, но есть всегда нюанс, как правильно собрать, как правильно соблюсти пропорции, чтобы оно работало. Вот об этом я сегодня хотел рассказать. То есть, об этих изобретателях. Вот следующий такой, как Анибка, который изобрел ротор Анибка. Этот ротор, который работает от слабого ветра. Даже ветер, который один метр в секунду, он будет крутиться. Как нам известно, ну, может кому-то и не известно, но мне известно. Обычный ветрогенератор будет работать только при скорости ветра 5 метров в секунду. Если такого скорости ветра нету, работать он не будет. Анибка обошел эту проблему, потому что в наших широтах, в Украине, скорость ветра очень часто метр-два, до пяти метров. Это в большинстве случаев 50-60 процентов ветреной погоды, вот такой, до пяти метров в секунду. Вот. И потому Анибка изобрел свой, так сказать, ротор, и он демонстрирует его, ну, свое изобретение. И тоже, как повторить, схем вы чертежей в интернете не найдете, и повторить это довольно таки проблематично. Я в свое время повторил этот его изобретение и выложил в интернет. Многие пишут в комментариях, мол, спасибо, то есть 500 тысяч или 50 тысяч заказали с Арабских Эмиратов. Все таки, как бы, довольны его ветрогенераторами и хотят заказать, повторить и купить у него. Но, опять же, как правильно делать его ротор, он это все держит в секрете. Он не хочет это показывать. Все тайно, как говорится, уйдет в небытие. Он это все запатентовал, но в то же время это все держит в секрете. Возьми, просто выложи это все. Пусть люди пользуются. Пусть, как говорится, на здоровье используют это все. И, как говорится, будет тебе желать счастья, будут благодарны. Вот все, что я сегодня хотел рассказать тем, кто смотрел мое видео. Если кому-то понравилось, не понравилось, пишите комментарии. Что вы думаете про человеческий такой фактор, как жадность. Почему люди не выкладывают свои изобретения, те, кто изобретает в интернет, и не рассказывают подробную инструкцию. Вот, можно сделать так, так, так. А все скрывают, держат в секрете и в конечном итоге умирают, и никто об этом не знает. Всем всего хорошего. До свидания. Пишите свои комментарии, отзывы, ставьте лайки, дизлайки. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...